Мошенники хорошо владеют техниками убеждения и манипуляции. Зачастую их жертвами становятся люди пожилого возраста. Злоумышленники под разными предлогами убеждают их назвать паспортные данные, номер банковской карты и ее код. К примеру, могут представиться сотрудниками банка и сообщить, что карта заблокирована. Или же сообщить, что человеку положены социальные выплаты и, чтобы их получить, необходимо предоставить данные карты. Мне звонили, сказали, что у вас будет блокирована карта, и они сказали, что сотрудники банка. Я говорю, что нет, ничего такого, я лучше сейчас пойду, схожу к вам сам. Мои подружки приходили, но она на это не реагировала, отключалась и все. И больше они не звонили. Несмотря на то, что многие ведут себя осторожно, жалобы на мошенничество поступают в полицию практически каждый день. Мы информируем, рассказываем гражданам, тем более сейчас сложную ситуацию, которая происходит в нашей стране. Мошенники наиболее распространены и пытаются социальные слои населения, которые сидят дома, бабушки, дедушки, которые меньше выходят из дома, пытаются совершить мошеннические действия в отношении них. Параллельно с ежедневной работой, направленной на раскрытие подобных преступлений, сотрудники полиции регулярно проводят профилактические беседы с жителями округа. Главный рычаг в борьбе с мошенничеством – это осторожность и внимательность самих граждан. К сожалению, не всегда получается найти злоумышленника, но в этом направлении работаем. И поэтому большой упор делаем на профилактику, потому что проще предотвратить, чем раскрыть. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно быть внимательным. При подозрительных сообщениях с просьбой предоставить персональные данные, лучше завершить разговор и перезвонить на горячую линию банка, чтобы уточнить достоверность полученной информации.